Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас на связи Италия. Это у нас наш партнер Марина, которая сегодня нам расскажет основные аспекты иммиграции. Будем затрагивать такие темы, как трудовая иммиграция, иммиграция с помощью открытия бизнеса и, насколько я понимаю, как индивидуальный предприниматель. В России так называется, в Италии, возможно, как-то по-другому, но суть будет одинаковая. Начнем, наверное, с первого вопроса. Это будет получение разрешения на работу как индивидуальному предпринимателю, человек, который хочет переехать в Италию для того, чтобы там остаться. Что для этого необходимо относительно бюджета, какими критериями должен соответствовать? Расскажите, пожалуйста. Прежде всего, желание. Вы начали с того, что касается вопроса иммиграции через открытие индивидуального предпринимательства. На самом деле, это аналогичное практически понятие, что в России, что в Италии. Просто в Италии эта же, скажем так, предпринимательская деятельность, она разделена, в отличие от России, как на два таких подвида. Есть, скажем так, деятельность, выполняемая в качестве коммерсанта, производителя, то есть деятельность, скажем так, подразумевающая выпуск продукции, перепродажу, производство. Это отдельная категория. В Италии это называется как импредиторы, какие-то индивидуали. Это, скажем так, один вид предпринимательской деятельности, но это ИП. Либо есть вторая разновидность, она больше подходит как профессиональная деятельность для профессий интеллектуальных. В основном она связана с оказанием услуг, скажем так, вот теоретически мой вид деятельности, он подходит под эту интеллектуальную деятельность, это ИП, но в то же время деятельность, связанная с оказанием услуг в эту категорию, как правило, попадают врачи частной тактики, нотариусы, юристы, бухгалтера, то есть вот такие вот специалисты, они попадают вот в эту категорию. Поэтому, можно сказать, вот две разновидности есть. То и то, как бы лавора у то. И получается иностранный гражданин тоже может свободно приехать на территорию Италии, да, и стать индивидуальным предпринимателем. Что ему для этого необходимо? Не сказать бы, что вот это вот прям так вот свободно делается, конечно, нужно обладать определенными какими-то навыками. Если мы говорим об открытии деятельности в качестве вот предпринимателя, как я вот сказала, там, производителя, коммерсанта, то для этого вида деятельности правительство Италии, оно устанавливает, ежегодно выпускает декрет, который предусматривает квоты, то есть на приток иностранных рабочих он квотируется, то есть каждый год может заехать какое-то определенное количество. И, кроме того, этот декрет еще предусматривает определенные требования для этих категорий. Человек, который планирует заняться вот этой предпринимательской деятельностью в Италии, он должен, скажем так, под эти требования подходить. Если мы говорим об вот этой вот ремесленной предпринимательской деятельности, то основное требование это инвестиции, они достаточно большие в размере 500 тысяч евро, составление бизнес-плана и создание не менее трех рабочих мест. Собственно, даже это не все, потому что консульское учреждение при выдаче виза, оно будет также смотреть на то, что заявитель должен обладать опытом работы в аналогичной сфере, то есть не может человек, например, 25 лет работать наемным работником и тут же запрашивать, ну, для итальянцев, это кажется странным, и тут же запрашивать визу как предприниматель, то есть, соответственно, и в России у него должен быть аналогичный опыт примерно в этой же сфере. Хорошо, но вы сказали, вот 500 тысяч евро это минимальный порог, правильно я понимаю? Ну, да, ну, тысячи. Ну, вот если сравнивать, например, даже с Польшей, где я проживаю, тут в принципе есть преимущество, потому что здесь вообще нельзя открывать индивидуального предпринимателя иностранцам, да, только с определенным статусом граждане могут, то есть здесь можно отметить такое как плюсик. А знание языка сюда требуется? Знание языка не требуется, но я бы тоже хотела пометить, что документы изначально получается на, скажем так, это идет разрешение на работу, а сама деятельность уже, она регистрируется после получения ИЗД и после получения вида на жительство, то есть как нерезидент он не может открыть вот эту вот предпринимательскую деятельность в Италии, может быть, аналогичнее у вас. То есть здесь то же самое, здесь просто получается разрешение на дальнейшее открытие вот этой вот деятельности. Нет, у нас немножко по-другому, у нас вообще нельзя. То есть даже человек, у которого есть там вид на жительство, только по определенным основаниям, если у человека есть вид на жительство, он может заниматься индивидуальной деятельностью. То есть он может открывать юридическое лицо, но вот частным предпринимательством только такой узкий круг лиц, кто может заниматься. Хорошо, ну то есть изначально идет процесс оформления ВИЗД, заезжает человек по ВИЗД и начинает. А что вы порекомендуете вообще сделать, да, вот изначально, может быть, бизнес-план, да, то есть до начала оформления ВИЗД, как людям вообще подготовиться? Ко мне обращаются заказчики, и они, многие, например, хотят пройти по этой процедуре, но если у них изначально нет условий, они не работали как ИП в России, скажем так, у них нет каких-то связей с Италией, то есть у них нет опыта в той деятельности, которую они планируют в Италии, то, наверное, как бы и не стоит. Если эти требования удовлетворяются, человек готов, он имеет такой опыт работы, как бы у него есть соответствующие вот эти вот средства, причем они должны быть из собственных источников, то есть это не какие-то там заемные средства неприключенные, то, пожалуйста, да, ну, можно очень. Хорошо, спасибо. Ну, наверное, это тоже будет, наверное, для определенного круга лиц, кто все-таки обладает таким бюджетом. Скажите, пожалуйста, вот, если плавно переходить вот про открытие в Италии филиала компании, да, то есть иностранной компании, которая находится в России или в другой стране, да, чем отличается процедура и какие сложности? Ну, как бы сложности нет. Самое главное, чтобы теоретически может открыть свой филиал или представительство на территории Италии любая компания, главное, чтобы она была зарегистрирована в стране, входящей в ИТО, то есть это не обязательно российская, польская, может, любая другая. Вот, каких-то определенных требований головной компании, ну, их, собственно, нет. Здесь не важно, каким видом деятельности эта компания занимается, то есть, скажем так, экономические показатели тоже здесь не важны, то есть, любая абсолютно компания, она имеет право открыть свой либо представительский офис на территории Италии, либо филиал, здесь сложности вообще нет. Хорошо, но вы сказали, экономические показатели не важны, то есть, это является основанием для получения вида на жительство? Должен ли человек показывать, ну, какой-то доход, проходящий через компанию, или это совершенно не имеет значения? Если человек просто открывает компанию, она как-то по минимуму функционирует, ну, вот он преследует цели получения вида на жительство. При регистрации представительства либо филиала на территории, никакие документы финансовые от головной компании не требуются. Поэтому, пожалуйста, открыть может любая компания, даже если она недавно была создана. Хорошо, а вид на жительство, когда тогда, ну, можно будет оформлять? Вот мы открыли, например, филиал, пока еще не видно никакой прибыли от этого филиала, налоги какие-то минимальные оплачиваются в этом случае, да, может ли владелец филиала рассчитывать на вид на жительство? Теоретически даже нет необходимости дожидаться каких-то прибыли от этого же филиала. Можно открыть представительство, которое вообще не ведет коммерческую деятельность и вообще не извлекает никакой прибыли. И все равно это дает основания на то, чтобы руководитель представительства мог запросить разрешение на работу, и после этого в консульстве он запрашивает в НЕК, вот, рабочую визу ТИК-АДЭ. О, замечательно. А, кстати, да, есть основное, есть, скажем так, единственное требование к руководителю представительства о том, что он должен иметь опыт работы на руководящих постах и менее 6 месяцев, желательно в аналогичной отрасли. Замечательно. Здесь знание языка тоже как-то фигурирует или не обязательно? Нет, нет, в Италии знание языка изначально оно не нужно, но потом, после получения вида на жительство, первый, как правило, дают на год, второй еще на год, ну, либо на два, не знаю, тест на знание итальянского языка обязательно нужен будет после двух лет проживания в Италии, потому что если этот тест не сдается, там, ну, там он достаточно простой, там уровень А2 достаточно. И если вы не подтвердите владение языком на уровне А2, конечно, вы даже не сможете продлить вид на жительство в следующий раз. Хорошо, ну, в принципе, довольно-таки комфортные условия для бизнесменов. Скажите, пожалуйста, должен ли какой-то функционировать офис, да, то есть в обязательном ли это порядке, или, например, очень много фирм, которые, ну, они функционируют, грубо говоря, онлайн, большинство, или там все-таки должно быть, как бы, фактически, да, кто-то, какой-то сотрудник работать в офисе? Брать дополнительных сотрудников, это уже зависит от главной компании. Хочет она нанять каких-то дополнительных сотрудников вот в этот вот предстоительский офис или фериал, или не хочет? В принципе, достаточно того, что там будет администратор, руководитель этого офиса, который будет выполнять функции по представлению интересов главной компании на территории Италии. В принципе, очень интересный такой момент в Греции тоже. Я тоже общалась с адвокатом, тоже есть очень похожие моменты. Но здесь, наверное, в принципе, все понятно. Если у вас есть что добавить, какие-то, на что еще стоит обратить внимание, здесь, наверное, тоже через визу Д, правильно, человек изначально? Любой вид на жительство рабочий, естественно, получается после того, когда человек запрашивает в консульстве рабочую визу Д. Конечно, только после этого. Это нельзя сделать на территории Италии или еще где-то. Это можно сделать только по месту проживания. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что получается, что собственник, директор мы его назовем, он получает неквотированное разрешение на работу. А если сотрудник, да, то есть он какого-то сотрудника тоже иностранного привозит для работы в этом филиале, этот сотрудник тоже получит вот это разрешение на работу вне квоты? Ну, понимаете, это тоже, в принципе, не руководитель представительства его привозит, а главная компания, она имеет право, исходя из целесообразности, скажем так, отправить на работу в это представительство, и не только руководителя, там могут быть и другие сотрудники, естественно, которые точно, это должны быть высококвалифицированные сотрудники, которые также имеют право на получение разрешения на работу, и после этого получение визы и виды на жительство. Скажите, пожалуйста, вот, ну, для проведения всей необходимой процедуры достаточно только юридического сопровождения, или требуется привлекать, может, бухгалтеров, или еще каких-то специалистов? Ну, скажем так, для дальнейшего обслуживания, это, например, руководитель представительства, он может быть и работать в Италии, и как наемный сотрудник главной компании, но может работать здесь как автономный. В основном я занимаюсь именно тем, что мы готовим документы для него как для автономного специалиста, то есть он работает здесь как самозанятое лицо, как вот либеропрофессионалиста, и, соответственно, любой либеропрофессионалиста, любой предприниматель в Италии, который получает доходы, неважно там от кого, он обязан декларировать эти доходы, уплачивать там ежегодно там отчисления на социальные нужды, налог на доходы, и если он это не может делать самостоятельно, ну, вряд ли, конечно, то, конечно, необходимо будет привлечь бухгалтера, который будет сдавать эту отчетность и делать отчисления. Это именно не касательно представительства, а уже именно мы говорим об обслуживании самого вот этого предпринимателя. Не филиала. Не филиала, а самого вот этого руководителя представительства, он работает как самозанятый, то есть он работает как бы сам на себя, он открывает номер партии ТИИ, номер НДС, и работает сам на себя, то есть главная компания ему оплачивает вознаграждение за его услуги, он это вознаграждение декларирует, и уплачивает с него, соответственно, необходимые там взносы, отчисления, налоги. И вот для этого может потребоваться бухгалтер. Хорошо, очень интересная даже такая вот система, потому что, как правило, получить просто рабочую визу довольно-таки сложно, а здесь вот такой вот окольный путь, и, мне кажется, довольно-таки легко получить вид на жительство в этом случае. Пару слов расскажите, пожалуйста, если человек хочет приобрести уже готовый бизнес в Италии, что для этого нужно? Опять же, знание языка, есть ли какой-то порог финансовый, и что для этого необходимо? Знание языка изначально в Италии никогда не требуется. То есть, как я и говорила, это только после двух лет прошивания на территории Италии необходимо будет сдавать вот этот вот тест на знание языка. Если мы говорим о том, чтобы приобрести компанию, может быть, просто вступить в состав учредителей, вступить на должность президента, члена совета правления, члена совета директоров, то да, это возможно. Получение визы на этом основании тоже выпускается в рамках квот. И здесь же предусмотрены обязательные требования о том, что компания, она должна, естественно, быть функционирующей, доходной, то есть так, чтобы ее доходы позволяли выплачивать вознаграждение вот этому вот сотруднику, либо собственнику, не знаю, смотря каким образом будет, в каких долях, как будет приобретаться этот бизнес. И если вот эти, если я не помню, сказал или нет, то она должна существовать не менее трех лет на рынке, эта компания. Поэтому это обязательное требование. А вы сказали, что, то есть, визы данного типа тоже квотируются. То есть, получается, ну, все-таки не в любой момент человек может купить готовый бизнес, да, он может попасть в такую ситуацию, что отсутствуют квоты. Ну, как правило, нет. То есть, в моей практике ни разу еще не было такого, чтобы мы запросили разрешение на работу, и нам отказали из-за того, что нет квот. Поэтому нет. Ну, то есть, их достаточное количество. Хорошо. Ну, про бизнес немножечко уяснили. Если человек просто хочет трудоустроиться, да, то есть, мы не говорим сейчас про бизнес, про открытие бизнеса, а просто это специалист, он квалифицированный специалист, но он не является высокой квалификацией. Просто обычный специалист с высшим или средним образованием. Насколько высоки его шансы в открытии рабочей визы? Насколько это сложно? Какие этапы? Сложности нет. Если мы говорим все-таки о высококвалифицированном специалисте, то есть больше шансов получить визу. Если человек с высшим образованием, но, опять же, у него должен быть уже работодатель, который готов с ним. Я сейчас говорю о процедуре, которая называется «синяя или голубая карта». Не знаю, как лучше. И на этом основании можно запросить тоже рабочую визу вне квот. Но, опять же, здесь обязательно наличие потенциального, не потенциального, а вообще работодателя, который готов нанять этого сотрудника высококвалифицированного. И вознаграждение у него должно быть минимальное в районе 24 500 евро в год. То есть, если эти условия выполняются, то достаточно гарантированный хороший результат получения и визы, и виды на жительство. А если говорить просто о том, чтобы приехать сюда на работу, ну, это сложно. Потому что, во-первых, тоже квоты есть на приток иностранных работников. Во-вторых, все-таки для того, чтобы принять иностранного работника, работодатель должен изначально обратиться в местные центры занятости. То есть, если здесь такого специалиста нет, тогда он имеет право, например, уже запросить разрешение на найм от этого иностранного работника. То есть, это, ну, не знаю, у меня контакт на сегодняшний день, это как-то проблематично. Да, вот очень многие просто, ну, граждане СНГ, ну, не понимая такие моменты, они обращаются, да, и они думают, что вот волеизъявления работодателя достаточно. Но, например, в странах в Восточной Европе это действительно достаточно. Очень просто получить разрешение на работу в кратчайшие сроки. Но вот действительно в странах, там, Западная Европа, Скандинавия, это довольно-таки сложно. Поэтому, когда начинаешь по телефону объяснять специалисту, очень много вопросов, очень много недопониманий. И, опять же, тут даже и мошенники пользуются, да, рассказывая тем, что вот приглашают в различные страны, какие-то приглашения якобы им пришлют. Но, по факту, то есть люди должны понимать, что все-таки это определенная процедура. Если, может быть, кто-то планирует, скажем так, получить визу как сезонный работник, то, наверное, это более реально. Максимальный срок этой визы – 9 месяцев на какие-то сезонные, временные работы, то, да, это возможно. Скажем так, вот просто как-то трудоустроиться. Это немножко сложно уже. Хорошо, ну все, спасибо вам тогда за предоставленный ответ и всем нашим клиентам, которым потребуется более детальная консультация. Да, мы оставим все наши контакты под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok